Это первые ходовые испытания колесного беспилотника. Он легко преодолевает бездорожье и различные препятствия, а с полной оснасткой станет эффективным разведывательным дроном, говорит инженер-конструктор и руководитель проекта Андрей Шевченко. Это поворотная башня. На ней будет установлена камера для наблюдения. Также он будет оборудован инфракрасной камерой и камерой ночного видения. Управление дроном дистанционное. На этом этапе испытаний задача конструкторов добиться бесперебойной работы своей машины, чтобы радиосигнал управления был устойчивым даже вблизи позиций противника. Сейчас мы очень много усилий отдаем работе над защитой от систем радиоэлектронной борьбы, чтобы можно было без помех управлять на расстоянии до 5 километров в зависимости от ландшафта местности. На конструирование и сборку дрона-разведчика волонтерам понадобилось около трех месяцев. В основу разработки, кроме своих идей, взяли решения, заложенные в некоторые образцы строительной колесной техники. Машина получилась маневренная, а главное малошумная за счет электрического привода. Он имеет полный электропривод. Передняя и задняя платформы имеют автономные приводы. Здесь у нас сверху место для размещения дополнительного груза. Вторая модель дрона – грузовая. На основе уже полученного опыта эту машину конструировать было проще. От момента сборки до испытаний прошло всего четыре недели. Этот беспилотник предназначен для транспортировки грузов на передовую и эвакуации раненых. Он способен нести на себе почти тону провианта. Его масса погрузки – 800 килограммов. Позади будет борт с ровной площадкой, чтобы перевозить людей или груз и доставить в нужное место. В ближайшие недели беспилотникам предстоит пройти итоговые испытания. Авторы проекта надеются, что после них дроны передадут украинским военным. Олег Притыкин, Борис Яковенко, джетелеканал «Фридом». В ближайшие недели беспилотникам — это такие штуки. Юлия, джетелеканал «Фридом». Участливая бумага.